Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода. В сегодняшнем ролике хочу рассказать, как заварить пуэр в таком глиняном чайничке. По крайней мере, как это делаю я. Первым делом обязательно нужно прогреть чайник. Нужно налить в него кипяток, подержать его, для того, чтобы чайник нагрелся, чтобы прогрелась глина. После того, как чайник прогрелся, сливаем водичку в чихай. Тем самым прогреваем его. И в горячий чайник высыпаем заранее приготовленную дозу, в нашем случае, шу-пуэра. После чего я немножечко трясу чай в чайничке, в горячем. Вкусно пахнет. И заливаю водичкой из чихая. Держу, ну где-то 10, может быть 15 секунд, для того, чтобы промыть чай. И дать листу немножечко провзаимодействовать с водой для последующего раскрытия. Опять же, сливаю водичку в чихай. Можно пользоваться ситечком. Я часто этого не делаю, потому что в чихая, в принципе, чаинки сами оседают на дно. Этот чай мы сливаем в пиалки, для того, чтобы пиалочки тоже прогрелись. Этот чай мы не пьем. И я, например, поливаю своих чайных друзей, питомцев, всяких вот лягушечек, жаб, с которыми вместе пьют чай. Теперь заливаем наш чай водой. Накрываем крышечкой. И даем настояться 20 секунд. 20, можно 30 секунд. По поводу того, сколько держать, все зависит от того, сколько чая вы насыпали. Есть люди, которым нравится насыпать чая побольше, соответственно, держим меньше, сливаем почти сразу. Если мы насыпали чая поменьше, то, соответственно, держим больше. А все зависит от ваших вкусов. Ну и, соответственно, надо пробовать. Надо пробовать и так, и так, и по-всякому-разному. И выводить, так сказать, свою формулу заваривания чая. С каждым новым проливом мы увеличиваем время заваривания приблизительно на 10 секунд. После того, как вы слили в чихайчик второй пролив, наслаждаетесь, пьете. Каждый пролив отличается по вкусу. Там первый, второй, третий. Пробуйте все вкусы, степень раскрытия чая. Заливаете опять таким же образом чайничек водичкой. Настаиваете еще чуть-чуть больше. И так далее. Сколько проливов, все зависит от качества сырья, от качества чая. Иногда бывает, что чая хватает на 4-5 проливов. Есть же сорта, которые выдерживают 8 и более проливов. Пробуйте пить разный чай. Он по-разному раскрывается, по-разному заваривается. Каких-то конкретных правил нет. Но так как пью я, я вам показал. А единственное, на что хочется обратить внимание, то, что не надо гнать, как сейчас прогнал я. То, что пока я сейчас пью, надо уже быстренько залить водичкой. Если у вас глиняный чайничек с хорошими толстыми стенками, то он достаточно долго хранит тепло внутри. Чайный лист не остывает. Поэтому вы можете пить чай, спокойно наслаждаться и время от времени в процессе заливать водичку в чайник для последующего настаивания. Главное не дать чайному листу остыть. На этом все. Пейте хороший, качественный чай. С вами был Любомир Борода. Ваше здоровье!